здорово народ помните перед новым годом я говорил что у меня есть новая машина и разыгрывал конкурс кто первый угадает какая-то вот практически прошла зима я готов вам рассказать что у меня за новая машина ну что как говорится прошу любить и жаловать hyundai hd 78 мой новый грузовик который пополнил мой автопарк новая эта машина был уж на это первая машина за шесть лет или пять лет был уж на который я приобрел все это время меня было новое давайте все по порядку расскажу почему я все-таки решился взять этот грузовик ребят как вы знаете я не сторонник бушных автомобилях и считаю что все таки бизнес на них он такой но не совсем удачный получается поэтому я все-таки использую новый автомобиль но вот тут вот попался такой вариант хороший можно так сказать взял его у одного хорошего знакомого в принципе я всю историю этой машины знаю машин 2010 года и на ней практически поработал там один-два человек то есть она была в одних руках я всю историю про нее знаю плюс мне такие хорошие условия для покупки выдвинули что я как бы не отказался ребята взяли мы ее в начале декабря 2018 года и все вот эти три месяца мы благополучно ее ремонтировали реставрировали и так далее перед тем как взять я конечно осматривал ну не думал что так много будет работы но потом началось одно второе третье десятый в общем три целых месяца мы вот и восстанавливать конечно же не каждый день мы и занимались как говорится зима время поломок и у нас просто тут вал так скажем машину наш гараж по ремонту по обслуживанию что этой машины мы занимались там очень редко но сейчас вот машина в принципе готовы у нас к бою как вы видите ребята я не изменяю своим традициям и беру только машины большой кубатурности вот этот hyundai никогда не отказался исключением здесь стоял изначально другой фургон мы здесь полностью поставили новый фургон у нас сейчас длина фургона 720 высота 265 ширина 245 вмещается 18 евро полет то есть у нас здесь такой фургон который стоит примерно на газонах next эта машина была уже удлинена изначально под такой размер здесь стоял фургон такой же длины но он был узкий то есть туда вмещалось только 15 полет 15 полетные машины конечно на них есть работа но я скажу что состязаться с многочисленной армии перевозчиков которых таких машин очень тяжело поэтому я вот беру машины нестандартной длины принято решение было чуть чуть увеличить объем кузова и сделать фургон в который вмещается 18 полет у нас тут получается 47 кубов это я делаю конечно не вот там как говорится пальцем в небо я делаю такие машины именно под своего заказчика мы по своему работу чтобы закрывать его в основном все направлениям ребят возить я тут много не собираюсь мы у нас груз вот на такой объемный но две-три тонны в принципе для этой машины как бы за глаза тем более не грузоподъемность по паспорту по птс у там ну четыре тонны получается большой работа объем работы занял по увеличению заднего свеса предыдущий фургон он был своеобразно сделан что там все двухтысячные года когда было там этот горе удлинение то есть фургон то был длинный а рама заканчивалась вот здесь и получалось так что вот фургон вот так вот свисал на рамы мы заказали специальные две ставки специализированной фирмы да то есть они изогнули в форме швеллер и так на сужение шло все это сделал приделали подложили большую прокладку между фургоном и рамы чтобы чуть-чуть он приподнялся тут нас колеса тут задевали на старый фургон в общем вот это вот работа заняла очень много времени пока изготовление пока чего тут монтаж проводка переделана ребята также мы он перри поставили сюда как узнает на hyundai 70 возник нету стабилизатора заднюю мы поставим сюда стабилизатор задний от валдая сутки с уголка сюда будут крепиться и потом это он будет все вот так вот стоять вот тут оно будет как бы стабилизатор да подходит практически волга но где эти алю по размеру на поле медленно нет как раз подушки стал как и для него деланный люди не волокна до сотку только будем крепить стабилизатор у нас ничего у нас не разбалтывалось еще посмотрим рама какая на хундай здесь у нас удлинение глушитель весь конечно ржавенький сейчас вот новый тросик ручника ставим горный тормоз наверно тоже уже скончался вот тут тоже шевелик удлинение ведь рама хорошо сохранилась можно сказать насчет топливный фильтр какой-то вот шланг такое ощущение что он сгнил что любите не бою вот этот так-то вроде не подтекает тут сверху тут сапун находится с него все это течет по двигателю двигатель вот так вот в таком нагаре образуется так движочек то вроде сухенький подушки нас целый тут стартер радиатор 40 его 10 целый пациента надо подлечить чуть-чуть и будет он хорошо ездить как ничего криминального такого нету рама ровная машина обслуживалась нормально он обратить внимание как кардан стоит один так 2 так 3 сюда что уж ровно не могли закрепить ну видишь как прям идет как я не знаю буквы ну да тут выхлопная наверно ну небольшие переделки и в итоге он сюда встал ну в связи с тем что у нас такой большой кузов без стабилизатора наверное это ездить не очень будет хорошо поэтому вот поставили сюда стабилизатор ребят я конечно думал что тут мы по минимуму мы делаем с уважением но как залезли как говорится и ушли туда с головой вот в эти переделки уже думал начал мы если мы сделаем и сделаем нормально в общем по задней части сделали вот такую рамку под фонари поставили оригинальные новые фонари там уже все старых конечно от гнила принципе я нашел недорогие в магазине там мне предложили бы ушные да то есть там бывает что машину 3 хендай распространены для доработок делать камни ушки делают какие-нибудь там ну вот эти вот бортовые платформы эти фонари грубо говоря они не подходят уже большие ставит маленький и вот там эти люди подают магазин на реализацию по сути новый фонари беспробежные и люди потом покупают в общем все удлинили проводку проводку все нормально сделали хендай конечно в принципе неплохую проводку делает да но все равно время дает знак машине уже девять лет практически и как залезли в этот пучок проводов соответственно поняли что если ездить без проблем нужно все делать там вреде есть делаем переделанную по разу все рвано и рано это вот как раз на удлинение которое шло да думаю нет не удлинение удлинение где-нибудь там в середине еще есть это отдельная тема я проще врезать здесь да да но прессе и вообще там в раме сюда спокойно достала в общем сделали за но всю проводку сейчас у нас вроде бы все горит все светится ребят конечно я уже на слышно на то что хендай hd78 очень жесткая машина но до последних дней как бы не верил в этого в это но после того как я прокатился на ней как вот там ехал по дороге да и небольшие знаете вот эти кочки после плохой уборки снега остались в форме гололеда как проезжаешь там блин такое ощущение что сейчас кабина отвалится я думаю что-то не в порядке давайте-ка загоним ее на яму и все протрясем в общем загнали на яму под домкратили посмотрели что у нас рессором пришла хана очень ребята мы заменили в круг здесь все рессоры передние задние поставили новые амортизаторы поставили там стабилизатор новый в общем подвесной поменяли почти все крестовины проверили все смазали сейчас конечно уже едешь совершенно другая машина она уже стала мягче и соответственно кочки проходит более лучше сейчас посмотрите видео там вот все вот эти операции вот серьги мы позже газелевские ферме о чем утрите там сайлентблоки с от но не нормально хоть ходят газель то есть принцип как бы все встало четко меня их проблем нет здесь уже вырубить куда это об агрессоре ну да об старой все уже конечно все пробило у вас стояла в области системы то есть как на волге две штуки вот так раз заварили да вот здесь в принципе ребят по запчастям по hyundai я скажу что все доступно все принципе есть магазинах цены такие даже сравним с тем же газоном nex единственного что дорого мне показалось этот кронштейн покупали на заднюю рессор потому что он уже был там выработка такая то есть там бесполезно уже было ставить новый он три с половиной тысячи стоит все остальное в принципе копейки относительно да ну вот пачка рессор стоит 12000 одна допустим по мелочи по мелочи набегает в общем сейчас в эту машину я еще после вложи после покупки вложил порядка 150 тысяч рублей вроде бы скажете от чего такого до потихоньку одно второе третье заказали и в итоге вот такая сумма плюс еще работа не дешевая но ребят с другой стороны за новые машины за тот же там джак я плачу там по 100 тысяч рублей да а тут небольшое вложение у тебя машина поедет как бы зарабатывать дальше деньги вообще у нас будет такой необычный проект я до сих пор вот сомневаюсь возможно ли что-то вот заработает на этих бушных машинах hyundai конечно надежная корейская фирма но как говорится года все равно берут свое и что она в пути может преподнести одному богу известно как говорится вот у меня тоже покупка новой машины бы уж начинается с полностью и с перетряхивания я наверно как и все и может быть не как и все стараюсь чтобы ну по максимуму сделать ее обновить чтобы тело запчасти из расходники были новые но как правило одно сделаешь потом выглазит второе вот это вот бесконечная смена вот этих запчастей на погоне за тем чтобы вот машина этого то я стала новой она как бы никогда хорошо не оканчивается как ни крути машина все равно нового не остается но не становится в принципе свою функцию она должна выполнять пробег на ней примерно 400 тысяч километров там спидометр уже не работает то ли плата от него то ли чего тоже вещь такая не особо распространена для поисков вот принципе движок работает нормально единственное мне не нравится при заводке вот первый там наверно минуту так какой-то идет подтраивание да но потом прогревается и машина как бы нормально работает движок тянет отлично здесь 4 а d4 dd движок он уже к сожалению системой комары common rail я уже наслушался на всех от всех хундая водов да как вы себя называете ли хундая воды что эта машина очень требовательна к солярки соответственно ли сюда всякое говно не нужно и все будет отлично но в магазине уже проконсультировался допустим форсунки стоит 25 тысяч рублей насос стоит 50 принципе это цены такие еще божески а тот же газон next абсолютно цены примерно такие даже еще подороже там все эти запчасти движок хороший надежные заводится там без проблем по него про него никто ничего плохого я никогда не слышал ну конечно только от наших горе вот ручек такие двигатели могут выйти из строя ребят многие из вас ругают китайцев за то что они делают там некачественную кабину красить так далее так вы посмотрите на хендай тут просто рыжики принципе везде они я видео смотрел там ну разных пользователей лет пять начинается просто бывают сквозные дыры это я вам скажу машина уже красилась да то есть эта кабина уже красилась тут но так так скажем в полевых условиях потому что у нас там покрашена все фильтра и так далее вот поэтому она была бы вся бы ржавой в рыжиках ну в чем вам сказать почему так они делают вроде бы корейцы да не уж то такая вот эта технологическая операция которая вот по подготовке кабине под краски стоит таких денег что это нельзя сделать я принципе этого не понимаю вот это конечно на многих машинах встречается хендай ну просто тут нету живого места но тут у нас все равно рыжики от проступают у нас машина грубо стояла три месяца практически соответственно но это поле для вот развития рыжиков в этот момент ребята также были удлинены вот эти вот кронштейны крепления стекла бокового так как у нас кузов стал шире соответственно ни хрена ничего не видно здесь даже когда-то был подогрев зеркал но от него остались только вот эти два провода наверное скорее всего этого можно будет восстановить когда-нибудь ребят вот такая вот у нас входная дверь интересный получается когда ты залазишь и вылазишь кабину тебя соответственно ноги вот произвольно вытирает вот это вот крыло переднего колеса посадка не особо серьезная не особо сложная учета мне и вот прям вот не нравится сюда все ноги в грязище остаются ребят салон салон конечно небольшой салон конечно спартанский так скажем много времени занял чем когда я увидел там что внутри творится я просто ну ах ну грубо говоря вот эти вот залежи всякой грязи там пыли чего там только нет разлитый кока-кола разлитый кофе там в общем салон полностью весь раз у нас субботник вот видите чистим хендай сняли сиденья вызвали все на перетяжку вот сейчас все тут щеточкой фигачу тут весь мусор весь грязь за десять лет которые была накопленная конечно если живешь машине тут мы грязь то быстро конь степоль в такой небольшой кабинке в общем вспомним вспоминаю как я начинал свои бизнеса также бывшие машины все брал чисто мы отмывал чтобы водитель как бы приятность есть и машину соответственно не спрашивать уже за порядок у нас сзади ковер сейчас вот эти вот все шторы снимем все в стирку вот это тоже ковер на здесь простирать пробить пропылесосить потолок можно просто так помыть вот разобраться с этой матней это вот стабилизатор но переходник за 4 на 12 да ну тут конечно что-то все перемотана какие-то скрутки дело на рацию идет лампочка вот так вот все делаем своими руками так сказать он тросик как раз сняли будем его менять ручника все все отмывали сиденья посмотрите возили на перетяжку мы тоже на них невозможно было сидеть вот сейчас у нас такие кожаные сиденья так скажем уже установлены вот то заднее сиденье тоже боковое полностью поменяно в общем все выметено все выгреблено помыто там были ночью частота наведена но конечно же первоначальный вот уже вид пластику не придашь да у тут зашарканные вот эти панели был есть был но в принципе если так вот постараться можно конечно придать этому пластику и все это покрасить ну конечно это уже наверное дело другое все все таки машина должна у нас в работу поступить ну что очень много внимания на и так себе уделила вот ребят также новые коврики все заказал абсолютно вроде бы копейки а почему-то вот это не делалось вот у меня вопрос к вам дарут кого кого бы ушные машины вот смотришь да уже едут машину наверняка не уже все окуплены да там ни один раз зарабатывают деньги да вид это почему у них нету то есть почему-то вот людям жалко там ну потратить какую-то там десять тысяч месяц чтобы поддерживать машину в нормальном состоянии внешне да там летом покрасить поставить какие-то диски покрасить диски да то же самое вот коврики новые купить шторки ну заехать на мойку просто там ну все выгребсти и так далее даже на мойку заезжали тут такой слой уже грязи что вот его с первого раза не отмощь настолько она уже въелась же много у многих людей она куплена на проверено временем и так далее да но сейчас вот цена на новую такую машину если брать новый хендай вот с такой же платформы примерно как у меня будет больше трех миллионов цена конечно космос мне эта машина встала в 700 700 тысяч рублей плюс еще вложили в нее 150 но так скажем до миллиона мы не дотянули но все равно я думаю что эта машина при хорошем стечении обстоятельств должна себя ну за год за полтора купить соответственно дальше ее можно продать принципе на рынке ребят машины такие стоят примерно в такой же цену все зависит от настройки очень много хендай в коротких вот почему компания хендай никак вот не наладит производства длинно базных вот этих моделей сейчас же на в россии очень популярны такие модель может быть из-за того что колесная база узкая такие модели а может быть просто им это не надо в основном же вот эти я вижу хендай до 78 они ездят это пром товар киреф и по городу по области тут разводят то есть эта машина не на дальняк мы планируем ставить спальник на крышный на эту машину вот он там под заказ недели две все таки мы думаем поставим потому что спать водителю в салоне будет думаю не очень комфортно либо надо какого-то хана фоника водителя вот но все же на газоне конечно я вам скажу что комфортабельность кабины лучше ну вот оно сердце хендая двигатель 4 д д объем у нее 39 140 лошадиных сил он турбированный мы его загнали на моечку и вот он сейчас выглядит более-менее симпатично ребят сразу заметил вот этого двигателя особенность когда лазили под машину еще там вся коробка у меня в каком-то масле в каком-то саже а вот у смотрите какой прикол вот этого шланг сапуна он выходит соответственно вот сюда и вся эта выхлопная хреновина все летит на коробку соответственно вся коробка у нас вот в этом налете в каком-то либо я не знаю хундая воды мне подскажите либо это шланг выводить дальше на чтоб он не на коробку попадал потому что ну грубо говоря все засор на это не дело может быть он просто здесь обрезанный как вот вы выходите из положения из этого потому что ну блин вида нету так вроде движочек нигде ничего не подтекает никаких таких масляных пятен нету более-менее но вот из-за этого сапуна так скажем вида совершенно нету у этого двигателя даже помыли его из мойка завелся с пол пинка в общем все нормально ребят на этой машине уже ремонтировали насосы форсунки принципе машина на ходу ездила по всей россии знать посмотрим на состояние кабины да ну что мы смотрим на наши китайцы на джаках на фотонах тут принципе то же самое дыр конечно нет сквозных но вот металл все равно уже имеет коррозию вот ребят смотреть новые рессоры у нас стоят новые амортизаторы спереди принципе больше мы никуда ничего не лазера единственно поставили ручник не работал новый тросик кинули на ручнику сейчас ручник у нас работает принципе все машина в полной боеготовности под крылочки стоя до который защищают ну так чуть-чуть обработать и и будет уже совершенно другая машина собственно про это двигатель вам наверно рассказывать больше нечего едет он не хуже чем газонных это скажу даже лучше то есть тяговые характеристики у него прям я заметил скорость единственно переключаясь мне не очень нравится так все хорошо ребят вот смотрите вот эта кабина стоит вот на двух подушках на саленблока да вот здесь сзади саленблок подушки и вот здесь впереди я решил думаю блин как обычно все раздолбанно давайте меня в общем сняли панель хотели открутить те кронштейны там все там уже намертво приделаны смотрели меня там мастера говорят а там практически износы никакого нет смысла менять нет а я уже купил вот эти саленблоки но в итоге оставили пока я думаю так поедем потому что вот эти вот корейские болты жалко срезать потом чтобы ставить нашу сыромятину вот собственно вот на этих вот двух точках и держится подушки кабина сюда какие-то пневмо амортизатор вы поставить чтобы как-то это все дело помягче амортизировал конечно есть у него доля жесткости такой потому что сидишь практически на колесе но поставили сейчас все это новую ходовую значительно стало лучше ребят расход как меня заверяет около 16 литров должен быть у этой машины в принципе она экономичная очень но требовательно к топливу соответственно говно сюда никто не лейте ребята при таком количестве машины и размерах нашего гаража по данную машину мы конечно не все машины делаем в своем гараже часть машин мы все-таки гоняем сервис и вот эту машину я тоже отогнал сервис на замену рессор тут мастера звонят говорит мы сняли рессоры передние серьги все раздолбанны но померили оказывается подходит газелевский серьги в итоге мне вот установили вот на переднюю рессору задний газель скисер они говорят ну практически они такие же по размерам все подошло болт стал в общем такая вот связь с газелью хотя эта машина уже другой грузоподъемности получается ребят бак тут идет еще стандартный 100 литровый конечно он маленько малова для дальнобоя надо его будет менять все таки что-то побольше стоит состоянию рамы рамы конечно видно что же подкрашивалась все равно рыжики то вылезают но все равно состояние рамы так скажем хорошая видно что качественный металл сделанный у нас после года эксплуатации уже на него взглянуть невозможно ну что ребятки салон хендайчика конечно тесноват вот я вот так сижу у меня коленки практически под 90 градусов мест конечно маловато панель приборов в принципе сделано вообще хорошо под дерево так все удобно недалеко тянуться еще те года вот установлена магнитола кассетная не знаю тут меня есть какие тут кассеты руки вверх будем слушать не будем не знаю тахограф смотрите установлена вот сюда вот вместо рядом с магнитолой в принципе его стоит особо больше некуда все понятно здесь у нас фары здесь у нас дворники видите вся система еще такая вот до сих пор настолько такую стали недавно ставить принципе сидеть удобно вот здесь вот подлокотник под руку да то есть ну все нормально скажу так не очень сиденье кстати она там не на больших пружинах то есть там амортизирующий устройство стой все нормально ну что так вот заводится у нас хундайчик как вы видите без проблем кстати тут шумоизоляция такая сделана но тут видимо проклеивали кабину я вот еду только вот у меня там где-то там со стороны глушителя какой-то рев идет небольшой а так все принципе тихо вот ручник сделать до этого не работал сейчас четко рычаг переключения передач первое у нас идет смотрите включение тут грубо говоря как на так как на девятки вот первое сюда 2 3 4 5 5 передач ну я трогаюсь пустой стороне нравится мне конечно люфт хотел я поменять тросики которые идут на переключение насчет у меня отговорили менять ставить китайский вместо корейских может быть со временем трогаются практически без газа машинка ребята очень маневренная разворачивается я не знаю чуть ли не на месте колеса на вот так вот под 90 градусов поворачивается едешь так только такой вот звучок тракторный где-то отдается панель ничего не гремит ничего не дребезжит хотя уже столько лет прошло но сидение качество подустали но мы их вроде обновили стало норм зеркалами мы маленько то конечно просчитались еще чуть-чуть надо было чуть побольше вы на сделать что-то мне так не очень хорошо видно когда мы едем ребята разгоняется достойно вообще влюх турбинка начинает подсвистывать но тормоза тут мы подвели тормоза а до этого я сел я чуть не сандарился в какую-то машину нажиму тормоза не практически но самом конце только срабатывает сейчас развели колодки получше стал ребят здесь гидравлические тормоза то есть без воздуха поэтому они тут как еще на старых японцах работают но зато надежно барабаны здесь у нас установлены но все ремонтопригодное все в принципе есть сожалению нас не спидометр ни тахометр не работает что там глюканула с платой только у нас работает датчик топлива и температура ну вот я еду не скажу что я про меня особо трясет прямо что невозможно ездить нормально бывает так где-то на кочке подпрыгнешь у нас база по длинную машину она помягче идет нормально нормально вот стыки вот которые сделали да у дороги вот на новой подвеске вообще замечательно проходит не знаю как боковой ветер будет с таким парусом ездить принципе я еду вот только резиночки наверно уже по износились где-то тут ветер поддувает а так красота руль вообще легко рулится без всяких тут каких-то усилий скорости тоже переключается не был такого ни разу что я не попал в какую-то скорость как уже возьмем на этом китайском фото не моем там можно вообще не попасть пожалуйста вам 3 то есть тут все сделано китайскими ну тормоза конечно мне не нравится опять обращу внимание на радиус поворота вообще она мне кажется может вокруг своей оси наверно развернуться в городе очень удобно маневрировать 140 лошадей у нас здесь может быть сколько живых осталось я не знаю в принципе ей достойно и не особо тут разгоняешь двигатель вот конечно шестую передачу мне кажется сюда нужно все удобно ребята так включаешь дворники омывайка здесь находится сразу она на дворники попадает да то есть на стекло горный тормоз даже тут есть не знаю на работать нет что-то нет пара переключать сигналка аварийка противотуманки печка нормально в принципе работают дует тепло здесь что-то нам каплана русской стоит у нас рация также есть уже в комплекте так скажем так что ребята в канале мы видим кач лобовух тут у нас такая трещина на этом замене ничего тут такого сложного нет в общем машина готова для работы запускаем ее в работу вы следите за каналом за ее истории не забывайте писать комментарии ребят конечно можно рассказывать об этой машине еще часами все плюсы все минусы но я все-таки предпочитаю сейчас вот и и пустить в эксплуатацию как говорится посмотреть как она будет работать как она будет ломаться или не ломаться и уже дальше вам рассказывать как вы помните все таки я иду потихоньку к своей мечте что в моем автопарке были собраны машины грузовые всех производителей чтобы окончательно понять какой все-таки грузовик лучше для работы но на данный момент я все-таки прихожу к мнению что лучшая машина это новая машина да какая бы ты надежно ни была бы уж там и все-таки новая машина приводит больше денег и меньше ломается соответственно меньше тратит ваших сил но хендай у нас будет в качестве эксперимента так что ребята подписывайтесь на канал следите за жизнь вот этого хендая дальше будет еще интересней не забываем ставить лайки все всем пока